Сфера общественного питания – одна из самых обширных отраслей производства. Сотрудников всегда много, посетители тоже есть, соответственно, товарооборот происходит непрерывно. Находятся люди, считающие себя умнее работодателя, а потому пытающиеся заработать по-черному. Делать кассу плюсом пытались и в одном из ресторанов «Читы». Схема простая. Покупатели заказывают блюда из меню ресторана, заказ отдают, посетители рассчитывают. И если расчет идет наличными, то по программе проходит лишь малая часть этого заказа. Сначала так покрывали недостачу по невнимательности, а потом решили дополнительно заработать. То есть общий заказ выходил на тысячу рублей, и с тысячи рублей только был пробит по кассе только два рубля пакетик, грубо говоря. Все остальные денежные средства были присвоены сотрудникам. Вечером менеджер проводил инкассацию касс. Все наличные посредством банкомата переводились на расчетный счет организации. Однако через этот же банкомат, искусственно произведенный за день излишки, женщина переводила себе на карту, а затем распределяла между соучастниками. Были подняты все документы, также были подняты все, получается, видеокамеры, то есть видеофайлы. На видеофайлах было видно, что товар сам отдается сам по себе, а пробиваться в программе также не пробивается. Пришли к тому, что да, действительно происходит хищение денежных средств в немаленькой сумме, то есть в пределах 20-30 тысяч. Несколько дней руководство ресторана следило за работой группы, а затем нечистых на руку сотрудников поставили перед фактом. Деваться некуда, мошенники признали свою вину. Нашей службой безопасности были взяты объяснительные сотрудников ресторана, и они действительно признались в том, что они участвовали в этой хищении денежных средств. То есть все эти объяснительные были предоставлены правоохранительным органам, но по истечению года никаких результатов нет. Чистосердечное признание записей с видеокамеры, банковские чеки для сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по чете явились недостаточными основаниями для возбуждения дела. И причина отказа в постановлении сформулирована необоснованно и крайне неубедительна. Вот это воспринимается как полное нежелание работать. Есть вот по этому ресторану быстрого питания, да, заявление в течение года рассматривалось, было три отказных постановления, ну, то есть об отказе в возбуждении уголовного дела. И ситуация получается абсурдная. Они написали объяснение виновные, да, они, то есть они уже не отрицают. Казалось бы, в чем проблема? Нет, отказ, потому что не выяснено их материальное положение. Какое отношение к факту мошенничества имеет материальное положение подозреваемого? Следуя логике сотрудников у МВД, любой многозетной матери-одиночке можно ограбить банк и быть уверенной, что наказание не последует. Ведь ее финансы поют романсы. Речь не идет о том, что заявитель хочет прям крови уголовного дела или что-то еще. Важно то, что должны работать юридические механизмы. Вот законом предусмотрена ответственность, пожалуйста. Если стороны хотят примирения, там, если это возможно, почему бы и нет? Факт подобного бездействия сотрудников правоохранительных органов заставляет задуматься об их профессионализме. Это не единичный случай, когда отказы в возбуждении дел приходят под разными нелепыми предлогами. Подозреваемый находится в другом регионе, подозреваемый в СИЗО, подозреваемый не открыл дверь. На вопрос о юридической компетентности сотрудники отдела экономических преступлений у МВД отвечают просто. Он мне ответил. А кто вам сказал, что для работы в отделе экономической безопасности требуется юридическое образование? Ну, судя по постановлениям, тут, в принципе, можно три класса общеобразовательной школы закончить и писать эти постановления. Да, состав есть, но его нет. Год времени огромное количество трудовых ресурсов адвоката, директора ресторана, владельца заведения прошли впустую. В то время как сотрудники отдела экономических преступлений у МВД свою работу безрезультативной вряд ли назовут. Пять отказов в возбуждении дела с переписанной датой. Дарья Карина, Тамара Ванфулия, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.